Брест, Сталинград и Петр Первый. Что объединяет эти города и царя? Культурный центр фестивальный. Сейчас там работают сразу три выставки. Культурный центр фестивальный. Это наш совместный культурный проект вместе с Россотрудничеством, а именно Российским центром науки и культуры в городе Бресте. При посредничестве русского общества города Гродно. Придя в культурный центр фестивальный, первой вы увидите выставку, посвященную Бресту. В экспозиции современные фотографии города над Бугом и фотографии, сделанные сто лет назад. Вторая выставка посвящена Сталинграду. Для всех, кто причисляет себя к потомкам Советского Союза, жителей Советского Союза, это святая дата, святая битва, которая перевернула ход истории Второй мировой волны. Поэтому здесь собраны интересные очень фотографии, которые будет интересно посмотреть и молодым людям, может быть, что-то для себя узнают, ну и людям взрослым, которые помнят рассказы очевидцев этих событий. Третья выставка посвящена Петру Первому. Она знакомится с историей правления царя. В этом году со дня его рождения исполнилось 350 лет. Петр Первый, что называется «Наше все», тем более, что известный факт, широко известный узкому кругу лиц, что Петр Первый именно в Гродно создал морскую пехоту. И, в общем-то, сейчас все служащие морской пехоты время от времени сюда приезжают просто для того, чтобы припасть к истокам своей службы. Выставки, говорят организаторы, интересны и людям старшего поколения, и молодежи. На открытии, к слову, было немало студентов. Большинство из них – будущие историки. Я думаю, это очень важно, посещать такие мероприятия. Поэтому я пришел тут со своими однокрупниками. Я рад, что откликнулась молодежь. Я знаю, что даже было больше желающих. К сожалению, не всех смогли сегодня мы принять, но мы обязательно исправимся. Информация у меня об этом есть, мы будем над этим работать. И я обещаю, что мы в ближайшее время еще пригласим группы студентов. В культурном центре фестивальной выставки можно увидеть до 18 октября. А после они продолжат свое путешествие. Возможно, в других городах Гродницкой области экспозиции тоже побывают. Редактор субтитров А.Семкин